Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из Турции, из Стамбула! У нас с вами сегодня замечательный, чудесный день. Сегодня последний день наш в Стамбуле. Летим мы сегодня домой в Москву, но у нас есть еще целых полдня. А за полдня можно успеть многое. Мы сейчас бегом бежим на завтрак, а потом хотим пробежаться еще по магазинам. Мы живем в районе площади Султан Ахмед. Здесь очень много торговых точек в районе Лалы. Если кто-то что-то хочет купить, то здесь удобное месторасположение. И есть еще район улицы Истекляль. Здесь площадь Аксим. Там тоже очень большая многолюдная улица. Но самое главное это улица Шопинга. Там все магазины находятся. Это было все в предыдущем видео. Ну а сейчас мы с вами выходим на завтрак и потом идем в город кое-что купить. День с нами. Что? Завтрак. Сегодня людей еще больше на завтрак. Сейчас Оксана должна тоже подтянуться. Вот такой вот сегодня завтрак. Помидорки. Ну вот этих штучек много. Как бы ты их все равно не ешь-то по факту. Что еще нам дали? А, еще, наверное, арбуз принесут. И йогурт, сок. А, дыню, наверное, принесут. Ну, в общем-то, как бы такой завтрак слабенький. Голодным не останешься. Ну, для трешечки на 3 тысячи нормально. Еще донесли арбуз. Что-то странное, да, сочетание? У меня арбуз, сосиска и это. Это, не, мне кофе этот, американо, он у меня. А, мне? Да. Ну и кофе. В целом, неплохо. Что? Прощаемся с этим отелем. Отельчик мне понравился. Небольшой, уютный. Вообще, кровать, это просто вообще бомба. Очень все удобно. Постельное белье классное. В общем, все. Если не снимать, наверное, в аэропорту не смогу. Потому что два чемодана и телефон в руках. Это вообще никак. Все. Сейчас идем на Лалали. Так вот, багаж оставляем здесь, в гостинице. Сейчас времени у нас, ну, 10 сейчас. Это у меня все грузинское время. Все, выдвигаемся. Выдвигаемся на Лалали. Вот это центральная улица, которая идет от площади Султан Ахмед. Значит, мы уже выяснили, что сладости здесь покупать не стоит. Цены вот на этой улице высокие на сладости. Я вчера вам называла место, сейчас, потом, может быть, здесь тоже поставлю эту точку. Возле отеля Кроун Плаза, чуть-чуть там подальше, есть, ну, то есть, там эти сладости по 140 лир за килограмм. Здесь в городе 160, 180, 190. То есть, ну, если кто-то экономит, то есть, это 1900, 1800. В городе Лалали уже идет. Ну, Лалали – это район. Какая это улица, хрен ее знает. Ну, просто все площадь Султана Ахмеда здесь знают. Трамвайные пути. То есть, здесь очень удобно селиться. Вот на трамвае можно доехать до Эминьо. Ну, если я правильно произношу, то есть порт, где вы можете покататься на кораблике. Также на трамвае вы можете доехать прямо вот непосредственно до Лалали, где идут торговые точки, если кто-то приезжает за товаром. Если кому-то нужна кожа, то же самое. Есть еще район Зейтин-Бурну. Но, поверьте, мы здесь обходили этих точек и Зейтин-Бурну. И Мертер там, где оптовые вот эти вот продажи прям оптом много продают. Вот нашли Диландера и, слава богу, цены у него доступные. Он нам вчера объяснял, что в Анталии, в Кемере, на Садоводе, то есть они все поставляют отсюда, туда. Там нет своих фабрик по пошиву. То есть все везут отсюда. И поэтому, если кто-то хочет купить выгодно кожу, то здесь. В Анталии вы заплатите в два раза дороже. И в Кемере. То есть там смысл вообще на это времени тратить нет. Потом мы вчера тоже опять-таки разговаривали с шерифом. И по поводу там Гранд-базара, Египетского базара. Что все должны понимать, что это рассчитано на туристов. И цены там более чем высокие. То есть там либо жестко торговаться уметь нужно, либо не заходить совсем. Потому что купите все по высокой цене. Если, конечно, есть просто желание что-то купить, и не важно, за сколько, тогда там найти можно многое. А вообще местные одеваются в местных больших торговых центрах. То есть вот эта улица Галали, она для наших туристов. И здесь, конечно, вещи красивые. Ну, то есть в нашем понимании красивые. То, что мы любим. И на большие размеры есть. Коско, фирменный магазин. Здесь все очень вкусно. Ну, все вкусно, все, что возьмете. Но, ну, переплачивайте за фирму. То есть есть местные национальные. Вот, допустим, смотрите. 162 лиры. Это 1620. Но это мало там фундука. А вот здесь, я не знаю, Оксан, бери есть и надо. 170 лир. Тоже орехов не очень много. 1700. А вот там, где мы вчера брали, 1400. И они свежие. А вот обувь, например, да? Ну, красивая обувь. Закрытые магазины. А, вот даже расписание. Сегодня 23-го. С 11-ти открываются. А сейчас половина 11-го. Так что попозже откроются. Так, сюда зашли в US Polo платье. Я хочу здесь взять себе еще белое. Такое же, как в себе синее взяла. Тут я видела белое. Сумочки, смотрите, какие симпатичные. 329 лир. 3,290. Сейчас скидка идет. 30 и плюс еще 10%. Платьицы. Оленяные. Кроссовки. 929 лир. Ого, это что, змеи на козы, что ли? 9 тысяч. Кроссовки стоит. Здесь проблема в том, что не во всех магазинах есть все размеры. Вот они, эти платья. Если есть размеры, вот Excel. Я возьму. А вот еще такого же плана платья. Сейчас тоже возьму, померяю. Синяя. У меня тоже такой померяю. Синяя, белая. Ё. Посмотришь, я платье вот такой все померяю. Тот тоненький. Тоже такого же плана, вот как я. Такого пойдем выбирать. Мне очень нравится этот. А вот такое 44 есть? Потифон. Сейчас его посмотришь, как на мне лучше знать. Потифон. 44 спрашиваю по-английски. Здесь никогда не знаешь, знает кто-нибудь. Обычно на Галале они все русские знают. На Галале обычно они все русские знают. Такие плотные футболки. Я бы еще хотела себе такую, знаете, легкую белую рубашку. 44 есть? 44 есть? Дайте мне, пожалуйста, 44. Вот платье. Помните, я такое хотела купить? 479 лир. Оно до сих пор в продаже. А где мое 44? Куда он делал? Куда делали его? Нет, которое не это, 44. Есть? Есть. Есть. Сейчас ничего, сейчас найду. Что, он принесет или куда сказал? Сейчас принесет. Оксана, Юра уговаривали. Все, Юра. А что, Оксана, у нас сегодня все шопинг. Что-то это, я не пойму. Но мы не задерживаемся. У нас нет задачи здесь задержаться. Рубашечка вот эта тонкая-тонкая. И вот, кстати, очень красиво тоже рубашки. 2,790. Но, опять-таки, я вам все повторяю. Все со скидкой. Все вещи со скидкой 40%. Так, это длинные рубашки. Это легкие, прям совсем брюки. Тоненькие. Это вот, Оксана, покупала такую все рубашку. Шорты белые, кстати, есть. И есть 44 размер шорты. Ну-ка, сейчас посмотрим 44. Вот рубашечки легкие. Бетровки, кстати, хорошие. Так, ну рубашки белые, что-то я не увидела. Почему там все кричат? Ну, майки, вот из майек нету выбора. Майки почему-то они в этом году коллекции не делали. Только вот эти вот и все. Вот эти мы видели. Я хотела беленькую. Беленькой нет. Такие вот они более теплые. 1790. Эти рубашки, конечно, красивые тоже. 38. Ну, маленькие размеры рубашек. Ладно, пойдемте померяем. Вот оно в платье стоит 309 лир. Это 3000. Тоже, опять-таки, минус 40%. Так свет здесь не очень хороший. Отсвечивает. Но оно уже, видите, немножко свободное. То есть, если вот это вот оно такое облегающее, то вот это более свободное. А, вот так вот. Чтобы не отсвечивало. Ну, в принципе, тоже неплохо. В принципе, тоже неплохо. Сейчас хочу белое посмотреть. Очень сильно отсвечивает. Здесь, в общем, свет. То есть, может, вот так попробовать открыть. Вот так вот. Вот так вот смотрится белое платье. В общем, я его тоже возьму. Я его тоже возьму, потому что, ну, хорошая эта модель. Такие редко встретятся. Потом вот эта вот кофта. Ну, ну, слушайте, я что-то на нее сомневаюсь. Больно плотная. Это, знаете, такой... Ну, такую погоду. Когда там 20, вот так вот ходить. Шорты. Сейчас покажу тоже. Чтобы не отсвечивала. В общем, шорты 229 лир. Длинные. Плотные. Плотные. Ну, я бы вот их подкатала. И футболка тоже 229 лир. Вот таким вот образом это все смотрится. Так, и вот такое вот платье тоже наподобие, как мое предыдущее. Ну, это твое, да? Мое, да. Это моя модель. Но такие модели почему-то очень редко делают. Ну, и тебе нравятся. И мне нравятся такие. Слушай, а это какой размер? 44-й? Я тебе положила... Что оно как великовато почему-то. Не кажется, что великовато, нет? Что-нибудь струбит положили. Даже никуда не звонил. Слушай, а может мне этот 42-й взять? Ну, кажется, как великовато чуть-чуть. Ну, ладно, нормально, возьму тоже. Все, зашли в Вакике у всех. У меня 36,2, у Оксаны 36,3, у Юры 36,4. Вы возрастающей температуры у всем померили. Но Вакике Оксана отвела нам 20 минут. Так мне за это время надо уложиться купить Ивану. Что-то купить Ивану. Где хоть детский отдел-то? В какую сторону идти? Не, ну здесь, конечно, вот помните, я в Грузии снимала. Здесь выбор другой. Аккуратная выкладка. 24 лиры, 240 рублей. Все-таки цены в Стамбуле копеечные. Что тут говорить? Вот, смотрите. Огромное количество футболок. 24 лиры, 240 рублей. Так, ладно, мы сейчас пойдем с вами в детский пройдем. Сарафанчиков много. Шорты. Смотрите, как у них все аккуратно. Ни одна вещь не валяется, вот чтобы так вот что-то расшвыряли там или еще что-то. Все очень аккуратненько висит. Джинсовые шорты. Вот это все, конечно, копеечное. Это все копеечное. 99 лир. Ну, 1000 рублей шорт. Так, ладно, где детский? Вот, я вот такие вот, Ваня, беру на учебу. Очень хорошего качества. Эти рубашечки простые. 30 рублей. Вот эти рубашки. А, вот эти даже вот получше. 400 рублей вот такие вот. 400 рублей сейчас наберу побольше. Вот такие летние разные варианты со стоечкой. Хорошая цена. 400. А, 440. Слушайте, ну, цены немножко поднялись. Но рубашки симпатичные. Это 100% хлопок. Видите, написано. Тоже 440 рублей стоит. Чемоданы сейчас в Айкике стоят. Вот за 2,690 можно купить чемодан. За 2,890. За 2,890. Ну, вот, большие чемоданы. Хорошие цены. Че, куда дойдешь-то? Куда дойдешь? Пойдемте. Дело в том, что... Мне всегда говорят, куда вы столько вещей набираете. Сейчас вот эти вот арабские женщины, или кто, я не знаю, сейчас покажу вам. Сейчас вот они стоят в одеждах, вот в этих национальных. На 10 тысяч вот этой мелочевки всякой фигни. То есть вот если мы берем там хлопок, стараемся брать, они какую-то синтетику, вот эту вот галиму. Вот они стоят в этой синтетике, вот эту вот всю синтетику набирают. На 10 тысяч, я думала, сейчас там с ума сойду. Продавщица еле-еле шевелится, еле-еле шевелится. То есть она вот это вот, ей нужно с каждой вещи снять вот эти вот, ну, как они называются, магниты. Они вообще не спешат, я спешат. Саньки взять, просто чтобы мне уже из Анталии не везти все это. Ну, как бы, сейчас я еду одна, налегке. Ну, как налегке, уже совсем не налегке. Но все равно уже. Приехать, чтобы там по магазинам не бегать. Чтобы там просто приехать и отдыхать. В Каизе ничего не меняется. Каизе, вот эта вот одежда, которую у нас, знаете, ее в Кимере перепродают, у нас перепродают, на садоводе. Но цены здесь тоже 599 лир, 6000 вот эти рубашки. Я не знаю, сколько они у нас на садоводе стоят. Здесь по 6000 платья. Ну да, вот я прям узнаю. 699 лир. 6900. Цены, да, высокие? Цены вообще высокие. Угу. Ну, что-то такое похоже. Ну, а на сарафан хочет. Угу. Здесь вот это вот все. С львами. Оксана, помнишь, ты брюки вот такие брала? Легкие. Такие вот на рынке брали. Ну, легкие. Помнишь, такие брюки ты брала? Ну, надо спрашивать цены. Ну, надо нам, не надо. Не будем вас спрашивать. Уходим. Здесь вот это. Так. Куда дальше? Подожди, вон там, по-моему, магазин. Ну, сейчас, подожди, я посмотрю. Вот это вот лава ли, да. Это уже такой оптовый, как мэртор. Нет, здесь есть частично. Они иногда договариваются, что... Нет, зачем нам не стоять? Кто-то... Ну, по берегу дойдем домой. Ну, там берегу, если я не купила, что-то. Ну, мы идем же, здесь же тоже эти лавочки. Вот лавочка, иди посмотри, мёд. Вот, кстати, этот лава или маркет, который у меня высветился. Вот здесь посмотри, мёд. Вот здесь, по-моему, мы спортивные костюмы с тобой не здесь брали в прошлый раз. Вот эти вот все. Это вот, кстати, костюмы эти арабские женщины очень любят. Здесь, кстати, все практически русскоговорящие. Смотрите, куртки предлагаю, брюки предлагаю. Ю, не продал, говорит, берите три. В общем, две сто. Всё этим оптом. Всё оптом. Они же спустились, это уже какие-то такие вообще совсем дешевые вот вещи пошли. Целая улица. Да чё, а что тебе там вот из этой дешевки нужно? О, как уж тебе это хорошо, но мы лучше где-нибудь рядом с отелем, чтобы уже, ну, близко быть к чемоданам. Вот, по-моему, аптека, нет? А, нет, не аптека, это авиапочта. Аптеки все закрыты. Но мы только одну встретили. Они все закрыты просто? Нет, они, во-первых, закрыты, во-вторых, это район такой, что... У нас, допустим, где-нибудь рядом с Красной площадью аптеки есть? Есть, а везде они. Я чё-то внимания не обращала, мне кажется, нету. Здесь бизнес самый успешно развивающийся. Нам надо как-то к берегу выйти. Пойдёмте вот здесь. Мы можем по набережной к нашему отелю пройти. Можем здесь. Лепёшки по 2 лиры. 20 рублей. Тоже лепёшки, кстати, дешёвые. Мы покупали 24 рубля лепёшка. Здесь 2 лиры. Ну, это такой, вы знаете, какой-то бедненький райончик. Маленькие квартирки. Здесь старые, старые дома. И мне кажется, вот он не туристический. Хотя, может быть, здесь и эти. И отели, наверное, есть. Вот, Оксан, маркет. Вот здесь кофе твой будет, если ты хочешь кофе купить. Я уже купила, сейчас зайду. Кого? Оливки дешёвые. Ну, смотри. Надо тащить всё это. Я 2 пачки маленькие. Посмотри, вот здесь. Одна сходная. Зашли в отель. Вернулись сейчас. Через полчасика поедем. Так, жарко на улице. Здесь более-менее прохладно. За счёт того, что тенёчек. Понравился мне отель. Неплохой. Цена, качество хорошо. Попросила кофе налить, печенёшки дали. Вообще, красота. Сидим, ждём такси. Оксана комментарий читает. Это жесть. Ну-ка, давай, давай. Давай, а то сейчас у нас не будет отсюда. Давай, Оксана. Грузинский воярши шикардосно получил статус блохерш. С лёгкой руки климататоров. Оксана с Леной из Манис Фроси переименовываются Була и Чучхеву. А Юлчик, безусловно очаровавшись, видите, своей панамкой, заслужил почётное звание пельмень. Это жарь. Это жарь. Тише, тише, Лена. Сейчас нас выгнят. Слушай, ну там, короче. Слушай, Ларь. Я, Ларь, я. А кто он? Я, Ларь, я. Ты любит? Ну почему пельмень? Ты не могу понять. Слушай, Юра не понимает, почему у него панамка, пельмень. Нет, а дальше там, в общем, короче, нам тут писали, что мы такие неценители грузинской кухни. А это что? Сама гимна, смысл в том, что одна женщина пишет. Вот читай, надо же так присматриваться, чтобы скулы на тарелке увидеть. Звук не... Правильно. Позитивнее надо быть, товарищи. Позитивнее. Так, сейчас полетим. Да? Чуча и пельмень. Я не понимаю, почему так бесит. Чучхела... Ой, я не могу, у меня штуч потекла. Чучхела на рынке все не говорят чурчхела. Говорят чучхела. Ну, я знаю, что чурчхела. Ну, вы говорите чучхела. Чучхела. Ларь. Ларь чучхела. Не, я так видео назову. Ларь чучхела и пельмени летят домой в Москву. Нет аппетита. Не написано мне. Нет аппетита. Ответ просто. У вас только одно и завтра там. А вы сказали чурчхельский стоп. Обидно. Аппетит был бы такой же, как у нас. А то нет аппетита у них. В общем, спасибо, друзья, за комментарии. Подняли настроение. Прям вот так. А чего едите одно и завтра? Слушайте, как я сидела, все смеялась. Увидела награды. Награды. Сбора вещей. Слушайте, у Оксаны. У меня тоже чемодан вот этот. Больше 20 кг. Я не знаю, как. Я потом, наверное, буду в этот. А этот, мне кажется, тоже вровень 9. В общем, надо взвесить. Вот такой личный чемодан маленький. Надо взвесить. Не закрывается. Не закрывается. А у вас же большой еще есть. Ну, большой же тоже уже не закрывается. Ну, в общем, со Стамбула с пустыми чемоданами уехать нельзя. Ну что, прощаемся с отелем. С отелем и уезжаем на такси. Сколько нам сказали по лирам? Я не знаю, почему. Будем платить. Есть у них счетчик в этом такси. Будем платить карты расплачиваться. Кто впереди поедет? Я, конечно, хочу. Аслан, скажи, что мы карты выплатите. Ну, я же ему сказала. Еще раз сказать. Ага. Колоритненько мы уезжаем. С музыкой. С национальной. С местной. Все, мы уже, вот там, видите, в ту сторону, это так, сарай, с правой стороны, топкапы. Уезжать уже хочется. Все, знаете, когда уже до дома, ну, то есть уже самолет, все, уже хочется. Дорогие друзья, огромное-огромное спасибо всем за просмотр, за комментарии, как всегда. Все, едем мы в аэропорт, и следующая часть уже будет у нас непосредственно дорога домой. Покажу вещи, которые мы купили. Так что всем, как всегда, добра, удачи, позитива. Ну, и совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока.